1 июля, третий спортивный день губернских игр, стал одним из самых насыщенных. На Левобережье продолжились состязания между женскими волейбольными командами. Основные события развернулись в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ртыш», где проходили соревнования по грибовому спорту и волейболу среди мужских сборных. Сравнительно небольшой зал и огромное количество участников и болельщиков. Именно здесь с самого утра начались во всех смыслах тяжелые состязания по гиревому спорту. Сосредоточенная разминка и первое пробное поднятие гири настраивает спортсмена на ответственную борьбу. Чтобы показать лучший результат и помочь своей команде продвинуться на шаг ближе к пьедесталу почета, в запасе у каждого участника есть 10 минут. Первое упражнение для мужчин – толчок двух гиль от груди. Когда очередной спортсмен заканчивал подход, зрители не сдерживали своих эмоций и восхищения. Соревнования как бы собрали много народу, много расстойных соперников. Красивые соревнования проходят. Прошелся как бы не по лучшему результату, но и ниже среднего. Как бы нормально. Потому что, представь, я приехал, получается, две недели назад из чемпионата России. Немного не успел восстановиться. Как бы показал, что смог. Я не сказал бы, чтобы удачные выступления были лучше. То есть бывали лучше. Это в общем сказано, что жарко очень в помещении, душу. Сорода не падает и более быстрее наступает состояние пампинга, забитости мышц. А в общем, наша команда выходит в волю вперед. Я бы рад. Сегодня у нас выступают три спортсмена из Заводоковского городского округа. Это весовой категории до 68 килограммов. Купцов Максим пока идет на первом месте после первого упражнения. Толчок. И два спортсмена выступали весовой категории до 73. То есть они тоже идут первое и второе место. Ну, еще пока рано делать какие-то прогнозы, потому что еще второе упражнение. То есть все будет ясно только после второго упражнения РОО. Воспроизм на то, чтобы быть призером соревнований. Всегда приятно быть, а перестали почетать. После представителей сильной половины человечества гири в руки взяли спортсменки. И неудивительно, что состязание ничуть не потеряли в зрелищности. Прекрасный пол замечательно справлялся с тяжелым снарядом. Кандидат в мастера спорта из Тюменского района Анастасия Фадеева – постоянный участник губернских игр. Жесткая достаточно борьба. Каждый хочет победить. Ну и достаточно объективное судейство. Спасибо судейской бригаде за их работу. Ну и, конечно, большое спасибо нашим тренерам, которые нас поддерживали. Ну и, конечно, нашим семьям. Анастасия с легкостью опровергает стереотип о том, что гиревой спорт – не женское занятие. Возьмем любой день женщины, самый простой, даже ваш. Вы сумки из магазина несете – несете. Ребенка на руки поднимаете – поднимаете. То есть вы выполняете такую же работу, как и я. Но я знаю, как работать с тяжестями, а вы не знаете. То есть мне проще работать с тяжестями. У меня подготовленные мышцы спины, ног, рук. И плюс ко всему я знаю, как с ними работать нужно. То есть приходите к нам. Сидячий образ жизни несет гораздо больше вреда, чем наш полезный гиревой спорт. Двумя этажами ниже кипели волейбольные страсти. В упорной борьбе команда Казанского района взяла верх над сборной Ишимского. Вечером встречались команды Упоровского и Викуловского районов. А центральный матч сегодняшнего волейбольного дня – встреча Бердюжского и Сладковского районов. Почти без труда выиграв два первых сета, сборная Сладковского района, уже уверенная в победе, по-видимому, немного расслабилась, чем бердюжане не применули воспользоваться. Буквально выцарапав 25 очков в третьем сете, волейболисты загорелись азартом и рьяно пошли вперед. Начало, как, впрочем, и весь четвертый сет, можно смело записать насчет сборной Бердюжского района. Проявив поистине сильный командный дух, спортсмены умело находили бреши в защите соперников и уверенно увеличивали разрыв. В итоге четвертая партия оказалась полностью за бердюжанами. Решающий сет начался уверенными атаками волейболистов из Бердюжского района. Однако сладковчане все же собрались и вскоре сравняли счет. Смена полей при результате 8-6 в пользу Бердюжан и игра до 15 очков. Страсти накалились до предела. Все затаили дыхание и с трепетом ждали исхода захватывающего зрелища. Решающая подача при счете 14-12 в пользу Сладковского района. И вот развязка встречи. И сладковчане празднуют победу в нелегком матче. На то и волейбол он состоит. Она умная игра. И допустим сегодня мы могли конечно и 3-0 выиграть. Но команда Бердюжи я считаю что они очень молодцы. Они достойно сыграли, боролись. Ну могли конечно и победить. Но пятая партия сегодня на нашей стороне. Мы уже второй день играем пятую партию. Вчера проиграли, но сегодня мы выиграли. Звонкие песни, задорные пляски и море самых позитивных эмоций. Сегодня гости района сумели воочию увидеть чем богата у ватская земля. На площади за новым стадионом развернулась настоящая ярмарка изобилия. На которой с удовольствием побывали не только участники губернских игр, но и местные жители. Каждое сельское поселение ярко и красочно презентовало свои населенные пункты. Изобилие природных богатств восхищало взор. А целый калейдоскоп талантов в самых разных направлениях радовал душу. Еще не успели утихнуть бурные эмоции, связанные со спортивными баталиями, как настало время долгожданного события. Торжественного открытия губернских игр. Церемония прошла на новом стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Эртыш». Все в ваших руках. Хочется пожелать вам успешных выступлений, достойных соперников, честной, бескомпромиссной борьбы, поменьше травм, ну и, конечно, побольше позитивных эмоций, только ярких впечатлений, ну и, конечно, хорошего настроения. Всех праздников с открытием губернских игр. Сегодняшний яркий праздник надолго запомнится участникам и гостям. Завтра спортсмены продолжат борьбу за медали в гиревом спорте и волейболе.